Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта! Команда Geniuses in Game рада представить вам первый видеообзор и серии обзоров, посвященные как новинкам игровой индустрии, так и ее ветеранам. Первый наш ролик мы решили посвятить свежему порту с PlayStation 2 игре Manhunt 2. В настоящее время трудно встретить людей, так или иначе незнакомых с продукцией компании Rockstar Games. Наверняка все играли в такие знаменитые игры, как Midnight Club, Bally, Max Payne, ну и конечно прославившую студию серию GTA. К вышеперечисленному стоит отнести и в вышедшую в 2003 году скандально известную игру Manhunt. Первая часть, созданная подразделением Rockstar North, была выполнена в жанре стелс-экшена, с так сказать свойственным студиореализмом. Мрачный сюжет первой части повествует об уголовнике по вашему возвращенной реалити-шоу, где для того, чтобы выжить, нужно убивать людей, и чем жестче и красивее это будет сделано, тем лучше для рейтинга. Весь геймплей тогда сводился к последовательному уничтожению всех ботов на карте разными подручными средствами. Мы убивали осколками стекла, биты, закручивали людей в целлофан, кромсали их бензопилой, и все эти радости маньяков без цензуры умудрились дойти до прилавок магазинов, ну правда не во всех странах. Однообразность уровня и монотонность происходящего изрядно компенсировалась изобретательностью разработчиков в плане казней. Так геймеру была дана возможность убивать одним и тем же оружием тремя разными способами, поспешным, жестоким и жутким. При каждом новом исполнении нам показывали небольшой ролик происходящего, и в целом игра получила положительные отзывы критиков, а игроки так и вообще плакали от счастья. Неудивительно, что сразу же было заявлено на продолжение. Так в 2007 году вышел сиквел, но к сожалению только на приставках. Из-за этого последовала куча недовольных возрастов со стороны пока сообщества, и поэтому в 2009 году эту часть протестировали и на персональные машины. Чем оправдан такой запоздалый выход, нам на самом деле не очень понятно, да и вообще целесообразно ли это. Но на эти вопросы лучше ответит статистика продаж, а мы тем временем расскажем о самой игре. Manhunt 2, выпущенная, кстати, молодым отделом Rockstar London, получилась не менее кровавой, чем оригинал, но вот в остальном наследственность подкачала. То ли чувствуется еще малый опыт студии, то ли банальная жажда наживы сделала свое дело, но средний балл по всем показателям игры упал. Во-первых, это графика, устаревшая как минимум лет на 5. GTA 3 в настоящее время смотрится намного убедительнее, чем это творение. Угловатые модели, вырубленные словно топором, нечеткие текстуры, отсутствие вменяемой физике, статичное освещение. Единственное, чего стало больше, так это назойливых багов. Помимо общей отсталости движка, удивляет еще и то, что оно умудряется подтормаживать на самых серьезных аппаратах, что кажется просто ошеломляющим. Геймплейная игра тоже изменилась. Помимо приятных нововведений, как например участие в самом процессе убийства посредством быстрого верчения мышки в разные стороны, ну тут чувствуется сильная рука консоли V, нашлось место и сомнительным нововведением. Уже не раз говорилось об увеличении в игре экшн элементов. Появились целые уровни, легче которые пройти, используя обыкновенное огнестрельное вооружение, чем подолгу прятаться в тени и искать по карте осколки и биты, хотя вам по-прежнему никто не мешает воспользоваться их вторым вариантом. Есть еще пару крохотных, но жутко приятных нововведений. Так, к примеру, в некоторых сценах нам позволят расправляться с врагами при помощи окружения, ну скажем, с помощью телефонного шнура. Появилась возможность казни огнестрельным оружием. И, наконец-то, нам дали возможность разбивать лампочки, что иногда бывает очень полезно, а прятки в тени реализованы в качестве несложной мини-игры. Сюжет новой части стал менее логичным и интригующим. Нам поведают о каком-то несчастном эксперименте, несправедливом устощении психиатрической лечебницы и, честно говоря, не до конца мотивированной жестокости протагониста. В итоге получилась сомнительная поделка. С одной стороны, закономерное развитие получил геймплей, но не в сторону стелс-экшена, как это виделось нам, а в сторону обыкновенной стрелялки. Да, насилие никуда не исчезло и даже стало выразительнее, но вот в сюжетном плане игра потеряла довольно много, а об устаревшем двигателе игры можно вообще говорить много, но с этим, к сожалению, уже ничего не поделать. Итого, нам предоставили довольно сомнительный порт с неочевидными преимуществами, но так как большой альтернативы в этом жанровом ответвлении нет, то, думаю, игра найдет свою публику. Всем спасибо за внимание.